Нихао, бродяги! Два месяца назад в Арамболь приехала моя лучшая подруга, с которой мы дружим уже 11 лет. И я помог ей найти комнату в Гэйсхаусе. И думаю, вот круто, приехала подруга, буду её периодически снимать. Но так вышло, что в том же Гэйсхаусе жили другие суперизвестные блогеры, которые её забрали, снимали в своих роликах, она принимала участие в их стримах, и у меня не было возможности её выцепить. И сейчас я буду это дело всё исправлять, буду вас с ней знакомить. А чтобы этот влог не превращался в Арамбольск и Будни 2.0, мы поедем на Рэдди Фордж, штат Махараштра. Погнали! Надюха! Блядь! Привет! Привет! Как дела? Это да, это правда. Хорошо, будешь у кофе? Да, давай. Какая у тебя квартира? О май гад! О май гад, какая квартира! Надь, расскажи, а как мы вот познакомились? Почему мы лучшие друзья с тобой? Мы лучшие друзья с тобой? Ну, ты вообще-то мой лучший друг. Я шучу, шучу. Мы с тобой познакомились в университете на первом курсе, когда я списывала у тебя английский. И как ты сейчас по-английски разговариваешь? Прекрасно. Пёфик? Пёфик? Пёфик. Найс, почему ты в кастрюле варишь? Что, на чайник не варишь? Потому что это чайник. Не позори меня, пожалуйста. Понятно. Слушай, Найс, квартирка. Я тут первый раз. Конечно, первый, да, ага. Ладно. Ничего так. Надя снимает вот эту квартиру за 8 косарей. Прекрасная. Тысяча газа. А, ещё тысячу за газ, да, платят. Но всё равно уютненько так. Балкон свой. Дворик зелёный. У меня ещё соседи есть. А у меня есть только одна конфета, а она напополам. Одна конфета напополам? Да. А сахара нет? Есть. Есть? Ну, у меня тогда два сахара просто. Ну, попробуй. Это самые вкуснейшие конфеты напополам, мне кажется. Ну, ладно. Но всё равно по сахару надо добавить. А там не два сахара? Ну, а я какой? Какой мой? Вот этот большой. А, нет, я другое пробовал. Там меньше? Да. Нет, это нормально. Ну, за 11 лет, мне кажется, я уже получила сколько сахара. Да. Эх, наша дружба такое пережила, конечно. 11 лет, представляешь? Кстати, почему нет Алины? Она, как всегда, работает. А ещё она на велике катается. Так что сегодня без неё. Но у нас всё нормально, а то сейчас люди начнут переживать. За что? За наши отношения, да. А где Алина? Почему тут другие девочки? Уже второй блок подряд. Её бабушка смотрит. А мы не можем бабушку разочаровать. Вот. Так же, такие дела. Я ещё смотрю, так снял видос на час. Он так хорошо зашёл. Я думал, ну, типа, тысяча две посмотрит. А вот уже за два дня три тысячи набрал. Круто. Я как снимаю ролики? То есть я снял ролик, за вечер замонтировал, на утро выложил. Так что самые актуальные вообще будь у меня... Красивые штаны лежат. Ну ничего, красивые штаны. Так что здесь только самые актуальные влоги. Блин, красиво у тебя здесь? Свинюшки. Где? Блин, ну они всё разбежат. А, вон, смотри, где три лежат. А, да, глянь, реально. Сейчас увеличу. У них постоянно тройничок здесь происходит. Тройничок? Да. А ещё недавно здесь был кокосопат. Кто? Кокосопат. Кокосопат. Ну вот, кокос здесь растёт. Я выбегаю, а здесь просто один кокос. Бух, бух, бух. И заедни мне. Я думала, уже что-то страшное началось. А это хозяин. Понятно. А они режут этих свиней? Или они просто дикие? Да, я недавно пришла. Они растерили такое большое полотно на полу и зарезали слуху. Капец. А до этого, за пару дней, я думала, блин, какие счастливые, какие счастливые кружки. То есть они свободные, никому не принадлежат. Их никто не убивает. Они тут все спокойно живут. На бабах я приезжаю, там такая туша свиная. Эти в шоке просто тут. О, бегают, бегают. Так, Надюха уже два месяца в ГОА. Давайте спросим её. А каково ей здесь? Каково тебе два месяца в ГОА? Прекрасно. Чувствуешь ли ты какие-то внутренние изменения? Духовные такие? Да. Высокие вибрации. Нет. И слава богу. Что тебе здесь нравится больше всего? Не знаю. Свобода какая-то, природа, море, цены. Что здесь... Так, давай про цены. Деньги всегда интересны. Значит, ты платишь восемь за квартиру. Восемь за квартиру. Четыре за аренду байка. Так. Сколько волос стоит покрасить? Ну, я отдаю за волосы и брови 3500. А в Москве сколько стоило? Без бровей 3500. Надо такой московский цены. Ну да, тогда получается, да. Кем в Москве работала? Управляющая фон-маркета. А в ГОА? В ГОА я уже успела поработать на свадьбе. Вот. С кем? И, слушай, не знаю, девушка цветок, наверное. То есть, типа, ты там стоишь, просто его так вот ручками делаешь и встречаешь гостей на свадьбе. Сколько заплатили? 5000. Ну, свадьба была очень красивая. Я вот прям не пожалела, что туда попала. Она богатая, красивая, с фельдерками, с танцорами. Все так классно. И я была счастлива это все наблюдать. Тебе еще за это заплатили офигенно. Еще ты и поел там роллы на минуточку. Роллы? Я уже забышь, что это такое. А, причем, мы с девчонками брали, ну, роллы. И нам эти повара говорят, вы единственные, кто приходит сюда за роллами. Никто их не ест, кроме вас. В Индии, кстати, я тоже и на свадьбе работал, и в казино работал. И там был шведский стол. И очень мало, типа, западной еды, в основном индийская. Поэтому, может быть, они не очень-то знают. Ну, слушай, я там набирала и индийскую еду. То есть, там, панир, лапша какая-то была, что-то такое, рис там с овощами. Это все было вкусно. То есть, свадьба была достойная. Там, ну, для меня была очень вкусная еда. Ну, здорово. Так и в итоге, помимо свадьбы, еще где я работала. Ты прям по-больному, что ли? Да. Не, ну, опыт разный бывает. Я работала... В общем, нужно было поехать на одну тусовку, как мне сказали. Просто там находиться и веселиться. Вот, и тебе за это заплатят деньги. Я решила попробовать, что это такое. Поехала, а оказалось, что нужно продавать макияж. Вот, то есть, мало того, что за мной приехал наркоман какой-то, который был обдолбанный, вообще в хламину. То есть, мы час ехали вот так вот. Мне было очень страшно. Это действительно такое экстремальное вождение. Вот, и плюс еще мне уже по приезду сказали, что нужно там продавать макияж. Это было очень стрёмно. Но я подумала, что это плюс для меня, то, что мне нужно перебороть там свой страх общения. Вот. Ну, я не уверена, что это получилось на 100%. Да ладно. Потому что тут конец я просто забила и уже тусила. Я думала, ну, на вид, мне не нужны никакие деньги. Просто отпустите меня домой, отвезите меня домой. Я больше не хочу этим заниматься. Вот, и все. Ощущение, что меня сносило. Вот, некоторые девочки говорят точно так же. Алина тоже ездила недавно на ивент, на котором просто там агент все мозги сделал, заплатил очень мало. Ну, в общем, такое. Не всегда здесь радужно и прекрасно. А бывают такие работы на свадьбах, да, клевые. Но это к вопросу о том, как здесь зарабатывают красивые девочки. Вот. В основном они просто стоят, как куколки, им за это платят. Ну, бывают вот такие моменты, когда чувствуют себя изнасилованными. Ну, это простое 4 часа подряд, например. Да, я понимаю прекрасно. А вот эти менеджеры индусы, у них такое отношение, типа, если я тебе плачу, то ты должна вот от и до, без передыха, каждую свою секунду отработать. Я тебе плачу там четко за это время. Вот. И мы недавно обсуждали с ребятами, что, ну, богатые так не рассуждают. А вот средний класс и бедные, и все микс детства вот так вот тюкают постоянно, что мы тебе платим, типа пахай. И они то же самое, ну, другим, как бы, передают. Да, агенты здесь ведут себя порой как хозяева жизни, но на деле они просто барыги. Вот. Я их не уважаю. Ну, не, бывают очень редко нормальные агенты, я там с девочками общаюсь, которые работают с проверенными ребятами, у которых все четко. Оплата, доставка до места, ну, трансфер и все тому подобное. Вот. Так что бывают разные опыт работы. Как с личной жизнью здесь? Магдан, что за вопрос? Ну, просто интересно. Нормально. Мне 4 месяца понадобилось, чтобы девушку найти. Нашла кого-нибудь себе? Нет. Нет? Ну вот, еще 2 месяца у тебя есть, чтобы положиться в сроки. Под конец, да, под конец. В России, здесь? Нет, в России. А, в России. Помнишь, ты тоже покупала на магазине сережку? А, Соколов? Соколов, да, в Соколове. А еще я купила здесь сережки с этими, с перышками. Пёрышки эти, пёрышки кингфишера. Вот. И у меня недавно на пляже вот индусы замечали, что типа, о, кингфишер, кингфишер. Типа, это настоящие, настоящие сережки, настоящие пёрышки. Ну да, это же пиво, пиво суперизвестное здесь. Ну, птичка, птичка кингфишер. А. Какое пиво? Здесь есть просто бренд пивной, кингфишер. Да, не птичка нарисована, кингфишер. Я, кстати, в начале сезона с чуваком общался, который, ну, такое с виду суперсерьезное, но был бешен всякими веревочками, там, нитками. И он такой говорит, да, блин, попробуй здесь. Он здесь типа два года живет. Он говорит, блин, да попробуй здесь, типа, не обвешаться им. Я думаю, да не фигня, я просто не люблю сам носить вот эти все украшения. И в итоге две на руке, плюс еще одно ухо проколол. В общем, я теперь весь тоже завешан всякой фигней. Значит, вот эту мне подарили штуку, вот эту. Это серебро из джайпура и какие-то бусинки. А вот эту штуку Ом я купил за сотку. Я хотел сначала вот типа хиппи, вот эту хрень, как у тебя. Какую? Вот, ну, тоже с железкой. Это? Да, вот эту вот хотел сначала. А потом решил, что хочу Ом. Вот, теперь сфокусировалась нормально, а то в расфокусе было. Вот. Все, допили кофе? Я еще нет. Нет? У нас уже ждет Руслан. Подождет. Мы сейчас на Бастенг, заберем там еще двух ребят и поедем на Рэдди Форд в Махараштру. Пойдемте, я вам пока байк Нади покажу. Да, она какой-то ночью. Да. Классный байк. Я все тоже такой взял, но я не арендую, я купил. Вот, поэтому у меня нет возможности сменить. Красавица. Хонда, Нави, оранжевенький. А, Нади еще нужно заплатить хозяину денег. Хозяин живет прямо здесь, на первом этаже тоже. Hello. Какой пес. Тогда, что она говорит. Потом, да? Later. Money, money, money. Какой ты красавец. Какой ты большой красавец. Красавец. Холодик, оксик. Оксик, оксик. Мне тяжело дышится из-за жары, наверное. Да, он просто походит, да. Да. А потом заплатишь. Погнали. У Нави, правда, есть один минус. У него нет на индикаторе показания бензина. Вот, поэтому нужно смотреть просто открывая бак. Блин, Богдан, это не женская семья, я не знаю. Ты войдет. О, там еще дофига, да, бензина? Да, дофига. Поехали мы поем. Yeah. Знаете, как ты водишь байк? Хорошо. Отлично? Ну, врешь же. Да. Вот еще один наш дружище. Привет. Ладно, с Русиком мы будем знакомиться уже на пароме. Погнали на паром, на Махараштру. Здорово. Привет. Вот. И там уже что-нибудь снимем. Погнали. Мы доехали до переправы. Надя, конечно же, пошла что-то снимать в Инстаграм. Ссылочку оставлю в описании. На вот этих всех людей тоже оставлю. Улыбаются, им классно. Так, рассказывай, ты у меня первый раз? Да. Чё такое красивый, во-первых? А во-вторых, откуда приехал, когда и шо делаешь в Гоа? О, я приехал из города Москва. Так. Приехал сюда в один конец. Как-то просто вдохновился однажды произведением Шантарам. И думал, почему бы не побывать в Индии здесь. Нравится? Да. Здесь по-другому немножко. А всё так же, с одной стороны. Какие планы вообще на Индии тогда? Планов нету. Просто идти своей дорогой дальше, путешествовать. Куда поедешь? Ну, я думаю, дальше горы. После гор, может быть, видно будет Бали. Бали? Да. А, то есть ты не хочешь одну Индию, да, ограничиваться? Нет, зачем ограничиваться вообще чем-либо? Лучше просто идти и просто, куда глаза глядят. Сколько тебе лет сейчас? 26, по-моему. 26? Круто. Ладно. Давай ещё вот дружба наук у вас стильного спросил. Выглядит она красивая. Привет-привет. Привет. Как зовут? Александр. Откуда? Эстония, Таллинн. Эстония, Таллинн. Сколько лет? 36. А ты чего в Индию приехал? Надоело всё, вот решил что-то новое для себя найти, познать. Это первая твоя страна? Страна, в принципе, есть... Ну, где ты путешествуешь? Нет, нет, я очень много путешествовал, но вот Индия, чувствую моё место. А ты первый раз здесь? Второй. Второй? До этого тоже в Гоа был? Да, да. Мы сейчас планируем побольше путешествовать. А куда планируешь путешествовать? Горы, Гималайи, а там видно будет, возможно, всю Индию объехать тоже интересно. А после Индии? После Индии я вообще ничего не планирую. Как вот жизнь поведёт, там видно будет. Понятно. Вот почему Арамболь выбрал? Арамболь почему? Да. Я не знаю, купил как-то сразу в один конец и Гоа, и тут просто оказался так, что знакомо... Ну Гоа же большой штат, почему именно Арамболь? Ну, так оказалось, что тут есть один из моих знакомых, и он живёт в Арамболе, и я подумал, тоже будет славно пожить здесь, в Арамболе. Здесь своё движение внутри, здесь более творческое. Успел по Гоа, получше, строительство, только в Арамболе? Да, успел. В Морджиме побывал, в Андриме. А на Южный Гоа гонял? На Южный Гоа вот ещё не двигалась. Но ещё пару дней есть до уезда в горы, может быть, завтра. А, ты уже в горы вот через пару дней поедешь? А удачно я тебя выцепил, получается. Гималай. Гималай, кайф. Всё получается по-путному лету. А вы в Гималай ездите? Едем в Гималай. А ты, Натя? Ты арамбольчанка, как и я, да? Нет, я, кстати, хочу вот в Мандрим или в Морджим приехать. Переехать, пожить? Блин, Мандрим, Морджим — это вообще разные места. Они на Мэ? Они на Мэ? Всё, понятно. Москва, Морджим, да, Мандрим. Зато контраст. Да, реально, между маленькими городками уже такой контраст. В Мандриме одно направление, грубо говоря, тусовки своего рода. Барамболи более творческие такие, расслабленные. В Морджиме тоже немножко по-другому. Морджим больше на понтах. Мне Морджим вообще не нравится. Если Мандрим это как-то ещё к арамболю поближе, то Морджим вообще не нравится. Морджим, да, там больше клубного такие, какие тематики. Более из внешнего мира. А тот поболее природа. Это да. О, ты, кстати, с барабаном, да, у нас? Да, я всегда с барабаном. На все случаи жизни барабан. Драммен. Что, сыграешь что-нибудь на Рэдди Форте? Я думаю, да, посидим, поиграем. Найс. Что это? Это Рудракша. Что это значит? Это священная ягода у индусов. Есть целая легенда, что вот Шива сидел как-то и так вот грустно ему стало за всех людей. Из этой грусти у него упала капелька слезы, из которой потом выросло дерево. И там вот были вот эти ягодки. И вот теперь для них это считается священной ягодкой. А мне, в принципе, нравится как очень приятное украшение. Здравствуйте. Смотри, пока мы тут с тобой записываем, ребята, ввертую. Все это и есть музыка. И ты просто ловишь этот ритм, и играешь, и живешь. Поэтому я и говорю, ты и есть эта музыка. Высокие вибрации в арамболе. Смотреть без регистрации. Блин, клево здесь, да? Да, здесь каждый свой звук, какой-нибудь уголок, он каждый раз чем-то прекрасен и каждый раз открывается по-новому. То есть твой ежедневный день это не день сурка, а каждый день новое приключение. Согласен с тобой полностью. Еще не было в арамболе, у меня ни одного одинакового дня. У меня было одинаково. У меня был. Был? И что ты делала? Пляж, кокос, моржин. Какой кокос? Какой кокос? Ромбольский. Обычный кокос, когда. Обычный. В арамболе моржин кокосы разные. Не такие, как в арамболе. А в арамболе не такой кокос, как в арамболе. Что-то мы долго уже паром ждем. Как часто? Он вообще часто ходит. Самое прекрасное, знаешь, что в этом пароме? Что он бесплатный. А, серьезно? Да. Ни копейки не нужно платить. Классно, можно подождать. Мне это напоминает мой родной город, когда я жил рядом с причалом. Будь то. Это город Самара. Я из города Самара сам. Поэтому я жил рядом с причалом. Очень часто ездил на другую сторону реки. Мол, на дачу к матери. И вот каждый утро встаешь, ждешь паром, садишься и едешь. Плывешь порядком трех-трех с половиной часов. Все в зависимости от течения. И это мне напоминает сейчас. Я, кстати, на пароме, вот до поездки первой сюда. Я первый раз сюда с сестрой ездил. Этот ролик есть на канале, можно посмотреть. А вот. Я ездил последний раз лет восемь на пароме. То есть Индия меня еще и в детство в такое отправляет. Немножечко. Да, это точно. Да. Что ты делаешь? У меня зеркало открутилось. А ты чем занимаешься вообще? Ничем, уже ничем. Ничем? Да и не занимался здесь особо ничем. Просто кайфуешь, живешь и радуешься в жизни. Месяц? Ну, здесь месяц, да. Он еще и сыроед, ко всему прочему. Если прийти в Грантик, можно обнаружить Руслан с его бананами и орешками. Орбузы, орешки, бараны. Прокот на столе. Да, и зато здесь классно, что ты купил арбуз, пришел просто в какое-нибудь место и сам разрезывал, съел ее. Ну да, здесь вообще кайф, что можно и водичку где-то купить, и просто прийти со своей водичкой или с полкой. Да с чем захочешь. Вот тяжелая артиллерия у нас сейчас на паром поедет. Брат, вот все круто у тебя, только шорты, мне кажется, под эту накидку не подходят. То есть я думал об этом даже. Да. Они такие удобные, и мне лень пока что-то новую искать. Зато с барабаном. Какая милая футболка у мальчика. Love. Так, тут у нас ребят выцепили для семейного фото. Добро пожаловать в Индию, ребята. Сейчас вся семья будет фоткаться. Давайте, ребят, удачи вам. В каком стране? Россия. Так, тяжелая жизнь красивых людей. Они сами-то колоритные. Это нам надо с ними фоткаться, а не им с нами. Вам так не кажется? Может, мы так хотим, стесняемся, а они не стесняются. Я еще не поняла, как они все вокруг так быстро. Было в этом. Да, в Индии так чаще бывает. А я, мне кажется, на индусе похож, поэты со мной редко фоткаются. Только когда я без майки. У Руслана тут еще интервью. Что он спрашивает? Он спрашивает то, что, мол, откуда мы, и сам говорит, что сам он с Махарашт, и это вся его большая-большая семья, и говорит то, что мы русские, мол, из России, все их друзья. Ага, круто. Да. Окей, спасибо. Спасибо. Мне нравится, что они очень такие, типа, дружелюбные. Они очень дружелюбные. Они любят вообще русских и вообще кого-либо других. Со всеми дружат и все их друзья. И в этом прелечном, здесь не набирается никаких других споров и конфликтов. Все просто дружат друг с другом. Еще бы 22 национальных языка, как бы. И все уживаются. И все уживаются, да. И никто не спорит. И еще и религии столько же. Да. Класс. Тут есть чему получиться. Слушай, а как тебе индианки? Индианки. Ну, ты их как женщин рассматриваешь? Да, тут есть очень красивые индианки. Встречался бы с индианкой? Почему бы нет? Если твое сердце удовлетворяет это, то да. Окей. Не, у меня просто только славянский подплёк. Не, у меня нет этих границ, ни для меня. Здорово. Знаешь, а ты с индусом встречалась? Нет. А почему? Не знаю, потому что. У меня не симпатично. Не симпатично? Мне кажется, девушкам очень удобно здесь делать бизнес. Потому что без индуса не открыть бизнес. Можно найти себе индуса. И остаться здесь, организовать, то есть, кафешечку, там, клуб. То есть, использовать сугубо в своих целях. И использовать по полной в своих целях. Но нужно же что-то отдавать, ты же понимаешь, за меня. Все в этой жизни. За все приходится платить. Спасибо за вами. Большая цена, конечно. О, погнали, движуха! О, да тут тоже папараццо. Папараццо. Привет. Найс камера. Организованный, неорганизованный хаос. Господи, каждый крутит, как может. Если бы это пела, то я бы не сказал. Наконец-то запарковались, блин. Вот они, конечно, любят, да? Вот это руками поуказывается. Своя структура. Да. Свой беспорядок. А, сейчас просто вот эта фигня будет заезжать на нас. Да, спокойно заехал. Главное, чтоб назад она потом не выкатилась у нас. Смотрите, весь паром забит. Первый раз такое. А у нас тут плотненько, конечно, набились машины, скутеры. Но зато все поместились, и сейчас будем уже отъезжать. Крутим барабан. А вот наш штурман, который управляет паромом. Смотрит в окошечко, чтобы правильно запарковаться. Вот бы у нас в России все ходили в таких платьях ярких. Красота. Или хотя бы вот в таких штуках. Классно. Тогда бы жизнь была, наверное, не такой серой. Продуктор Бабан. Торудеца. В этом году мы переехали. Классно у маргала. У нас тут у нас там шуя. И это да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Идем его сейчас изучать Вход свободный, форт, как мне кажется, такой заброшенный Если на Каба-де-Рама хотя бы охрана была, то здесь просто пустота Мне кто-то как-то писал, что у Богдана в блогах всегда красивые люди Вот как так получается Что, ты нашел что-нибудь? Звук хороший здесь для барабана Доставай, кстати, барабан Тогда придется сидеть, курить, играть Ну давай Мы же сигареты будем курить? Конечно Болова кружат здесь О, нифига там вообще Огонь Ты вызвал огонь своим барабанам, ты знаешь? Да, шаманик Обычно дождь вызывает Надежда, скажи как геолог Что это за порода? Валканическая Валканическая? Я это тоже знал, я же тоже геолог Расскажи, расскажи, как я учился людям Как ты учился? Никак ты не учился, Магдан Мне кажется, за все, сколько, 4 года обучения Ты выучил только, что такое марены Это все отложения ледника Я еще таблицу МОСа знаю Ну давай Таль, гипс, кальцит, флюорит, апатит, артокласс, кварц, топаз, корун, талмаз Молодец Надеюсь, Юрий Александрович посмотрит этот блог Скинем ему? Юрий Витальевич А, Юрий Витальевич, прошу прощения Ну, память Я это видео и МОСа Хорошо Это наш самый строгий и самый лучший преподаватель Да? Угу Слушай, ну это как в игре, я прямо себя ощущаю Прямо какой-то, знаешь, бродилка там, РПГ Сейчас пойду меч добывать Ну да, тут уже посимпатичнее, чем в начале Да, прям конкретные тут оборонные сооружения Я бы вот здесь пожил, в тусовочке Ты представляешь здесь вот тусовку строить? Было бы круто Нельзя, конечно, но Но только представить Дома в нем много Светом, освещением поиграться, боже Да тут просто сказка Это, блин, реально сказка Алло, куда мы попали? Да, слушай, крутая зелень тут Здорово И так близко от Гоа, на самом деле Сколько мы сюда ехали? Минут 15, наверное, да? 15-20 После парома Наш путь И плюс до парома еще Да Минут 20 Недолго Ну в общем, очень быстро, да Плюс каждый раз новая дорога увлекательна Да, согласен Сейчас, наверное, опять будут просить сфоткаться О, вот, про эти говорили корни Которые, как в этом Ванкурвате Здорово Катакомбы какие-то, ничего себе О, себя себе Да, вот это реально здорово Прям можно Лару Крофт 2 здесь снимать Сейчас еще наверх поднимемся Я, кстати, уже настолько ютубер Что я даже не фоткаюсь нигде У меня все строго с видеокамерой Мы даже с Алиной, когда были на пололями Так с Коль сделали пару селфи И вся О, вау Как круто здесь вообще Здорово Здорово Вот здесь надо было, наверное, на барабанне поиграть еще Саунд хилинг Здесь можно клип записывать уже Да Да Очень хорошими сидячками Тут индийская фотосессия традиционная Сердечко показывает солнышко Красиво Очень красиво Пошли дальше исследовать Класс Вот это вид Вот это вид Кроме здесь стоят Здорово Тут у нас уже какая-то разваленная постройка Трещина в стене Да, это, наверное, из-за дерева Из-за тупого вот этого Раз Где ребята? Позошлись Кто-то там Кто-то там Ну давай пройдем через вот это разрушенное здание Свой страх и риск Ох Какая тут гнетущая атмосферка Сейчас прохожу Ооо Выглядит жутко Да, правда, он курват напоминает Только корни деревьев Не такие толстые Как там Ладно В таком месте можно и на змею Нарываться Ооо Ооо Не, ну этот форт Мне даже больше, чем Кабадерама Нравится На Кабадерама вид, конечно, крутой Но здесь какой-то Своей вайп тут какой-то есть еще Класс Видите, корни Что это, манго? Курлет как маленький Ножечка нет? Давай разломаем Круто, слушай, у них такой форт классный Красиво Красиво сказать Еще и манго Не, не смогу Не, не смогу Ну получается Земные ногти Да, это манго По вкусу манго Надеюсь, я не отравлюсь Недавно просто был очень сильный ураган Поэтому Очень много манго Посыпалось деревьев И в ромболе в том числе Но их очень быстро собирают Чтоб всякие турики Не объедали местный бизнес Манговый Я вам советую еще вот сюда подняться Очень красивый вид Вот на манго Сядь, которая упала И дома подождать Когда он дозреет Домашь дозреет? Домашь дозреет? Ну давай У тебя, а, ну у тебя есть багажник Да Просто не на всех на ави багажнике есть Так, нужно помахнуть А вон, вон еще одна лежит Где, где? Вон Или это не манго? Да, она какая-то Там гнило, наверное Аа Ну ладно Да, тут мелких много попадало Надя набрала рову манго Ну, приходите к ней кушать манго Ну, шейк сделаем Шейк сделаем Из этих манго Когда приходите С молоком С бананами Со льдом Лед Сиропами Лед сложно Почему? А, ну да Сейчас электроэнергию отрубают Периодически Сложно что-то Заморозить Хотя у меня на холодосе Есть режим мунцун Чтоб он не сгорел Прикинь Офигеть Серьезно? Да Что он Гасится, когда дождь Ищет Да Очень крутой форт Особенно, чтобы приехать И встретить здесь закат Вообще-то классно Что вам, ребят? Форт понравился? Да Руслан где-то потерялся Да, ключевод Я, кстати, да И забыл ключи в байке И никто его даже не угнал Блять Он просит Обратно Один и то Ой, еще при входе Не обратил внимания На этот щит С мечами Здесь План Порта Только На хинги Ну, правильно Чтобы иностранцы не знали Куда им идти Так сказать Где там, Руслан? Как тебе форт? Да, вообще класс Полазил там По этажам В верхности не нашел? Там валялись манги Там стены О, мы сюда не стали идти Все, до встречи Круто Спасибо, что показал Чтоб я не снимал Спасибо, что полазил Красивый соответствует Здорово Ну что, умеешь Тетиками держать? Нет Нет? О, красава Надо потом Замедленные записи сделать Как мы тетиками трясем Тетик трясать Тетик тряс, да Слушай, можно целый танец Тетик сделать Можно под барабан Под барабан, да Сейчас отправляемся На Paradise Beach Чтобы просто покупаться Покушать Встретить закат Если успеем И покататься на байке по пляжу Надя хочет видео записать Все, нашли точку? Да Ну все, погнали Заводи Все, нормально Угу Сейчас попробуем на пляж выехать Давай, давай Все, мы ее потеряли Как будто трясовка Смотри, верблюды Офигеть Скорее же Бежим к верблюдам Офигеть Вот это, да Вот это контент Настоящие верблюды А, тут еще и лошадь За две соски, говорит Тут вообще полностью развлечение Какой он симпатичный Какой красавец Ты не плюешься? Настоящие Живые верблюды И закат уже прошел Но краски-то на небе какие Эх, Индия Обожаю Привет, друг Ты что тут делаешь? Что делаешь? Класс Да, на слониках я уже катался в этом году На верблюдах еще не катался Но и не особо-то хочется Если честно Сейчас будем пробовать выкатить Найден байк На пляж Чтобы чуть-чуть тут погонять А не темно для съемки? Как думаете? Может, костер разожгем? Да разожгем Для съемки не темно? Ну давайте сделаем Как вам верблюда? Жалко Жалко? Да, облезают Не жалко их, конечно Но Мне жалко Из-за того, что они облезают? Ну то, что их эксплуатируют У нас на работах тоже эксплуатируют У меня нет У тебя и работы нет Ну, когда была Блин, красиво Чисто индийский вайп Да, сейчас проедемся Здорово Тут еще хвойный берег Мне это очень нравится Так люди вместо того, чтобы с верблюдами фоткаться Фоткаются с Надей Какой-то у него грустный вид прям 21 век Люди Можете эксплуатировать мотоциклы А еще лучше электромотоциклы Ну зачем вот это вот? Не понимаю Ты понимаешь? Не понимаешь? Вот и я не понимаю Для Пута В общем, байк мы решили на пляж не выгонять Потому что очень сильный прилив Поэтому сейчас будем искать место Где либо сесть, либо разжечь костер Я не знаю Когда много людей Планы вот так меняются Тут еще Руслан новых друзей параллельно заводит Надя пытается понять, о чем они разговаривают А верблюд Просто верблюд На второй, третий этаж Бабаньян Бабаньян Бакараб Балай Все как моя Что, на костер идем или кушать? Ты же голодный, моя весна Я не особо голодный Я у Нади печенек нахватался Я больше у костер посидеть хочу Ну пойдем к костру У нас к тому же еще барабан есть Надя голодная А Надя голодная Ты может не на дом? А ты куда? Пешком не ходит Пойдемте к костру Да, тут бомбезная А у костра русская вечеринка сугубо Привет 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 Надя Мы увидели костер Я смотрю Это как маяк Теперь чисто Мы ходим и собираем костер Ой, мусор и сжем его Вы принесли с собой мусор? Нет Да, меня нет уже как-то А что есть? А что есть? Мусор здесь на кухне Нет, ну вот это все собрали Можете присаживать А я что-то Собилизовать Да, можно там Пойдем Пойдем Ты доволен, что ты у костра? Да, конечно Это не чистый костер Это костер из мусора, да? Ладно, я на самом деле Такие мероприятия не очень люблю Поэтому может быть все-таки Все-таки все-хорс Походу все-хорс Пофигу мы пришли все корты Здесь выключили свет Но ребята успели заказать себе чай Поэтому все, что нам остается Это стучать в барабан И надеяться, что ребятам Принесут их еду Потому что есть шанс Здесь застрять надолго Потому что если Надя не поест Она всех убьет Все негативные энергии Если так они и есть Ты хотел избавиться? Хотел бы проверить Ребята остались пить чай В Махараштре А мы едем уже в Арамболь Прекрасный день Прекрасный форт Прекрасный волок Осталось совсем чуть-чуть доснять Так что увидимся дальше в сюжете И мы приехали в Арамболь Надя Ты уже человек, который снялся В двух очень популярных блогах Агуа Ты знала об этом? Нет Ну я тебя поздравляю тогда Ладно, спасибо за съемку Все, давай, пока Все, доброе Я пошел по делам Вообще, я не очень люблю снимать влоги После заката Я их, в принципе, начинаю снимать Где-то часа в три дня И когда вот такие длительные поездки Очень быстро пролетает время И быстро темнее А камера у меня не тащит Как бы ночную съемку У меня осталось одно дело Сейчас хочу обнять Алиночку Показать вам, что у нас все хорошо И уже заканчивать свой баложик Вот и моя красоточка сидит Привет Как дела? Хорошо Хорошо? У нас все хорошо? Даже все у нас нехорошо Да просто мы сегодня не вместе ездили Могут люди подумать, что у нас все плохо Это ж такое, медиа-жизнь Передай своей медиа-жизнь Что у нас все хорошо Я просто не самая медийная личность Поэтому Поэтому во в трех логах и двух стримах снял О, это другое Ну что, гулять на море? Ну все тогда Я всех целую Всех люблю И говорю вам До новых встреч Воскресенье будет Орамбольские будни 2 Куда переход в этот раз делаем? В прошлый раз был в носик Только не в лицо Ладно, давай Можем ножкой Давай ножку Давай пятку Чик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА